Дорогие лидеры, я рад вас приветствовать на очередном вебинаре, который посвящен, когда мы лучшие дистрибьюторы, которые растут и находятся в программе развития бизнеса, развиваются и достигают новых результатов. И сегодня у нас человек, который в ноябре закрыл новое звание изумрудного директора, причем рост пошел как раз совместно с введением нового маркетинг-плана и программы развития бизнеса. На самом деле у этого человека сейчас уже ночь, но он готов делиться своими практическими навыками в развитии структуры. И это Комсомольск-Намури. И встречайте Екатерина Голубева. Екатерина. Сейчас пока подключит Екатерину. Я, конечно, немножко поделюсь ее опытом. Соответственно, ее развитие не было таким быстрым и стремительным в прошлые два года, когда она зарегистрировалась в компании. Но зато 2015 год, она сделала все для того, чтобы достигать новых результатов и новых званий. И сегодня она поделится своими практическими навыками. Екатерина. Здравствуйте, Михаил. Добрый день. Хорошо, давайте тогда начнем. Я так понимаю, у вас час ночи? Да. Но, тем не менее, вы готовы делиться своими знаниями, навыками достижения, результатов? Да. Хорошо, Екатерина. Тогда попрошу немножко рассказать о себе, как вы пришли в кораблоклуб и что было на протяжении этих лет до начала развития быстрого по маркетингу плану компании. Ну, с компанией я познакомилась в 2007 году, и я так думаю, что не я единственная, отнеслась к этому несколько несерьезно. Потому что, так или иначе, жизнь шла своим чередом, то есть учеба, работа и, как бы, вот, как говорится, шарики, мечты, цели. Ну, как-то вот отнеслась несерьезно. Тем более, что все мое окружение приняло... А что говорил наставник? Что вы делали? ...мощные штыки и практически, ну, такой даже бойкот мне был объявлен. Поэтому я неосознанно принимала продукты, приходила на встречи, и для меня это было, ну... Так. Непонятно, что. Непонятно, с чем это, как это можно применить к жизни. Отправной точкой, я считаю, случилось то, что в моей жизни случился, ну, серьезный диагноз. И на тот момент, когда я начала себя плохо чувствовать, я пошла традиционным путем, пошла по врачам. В результате врачебной ошибки, едва хождения и поиска диагноза, я поступаю в тяжелом состоянии в больницу. И год я была на очень таком разрушительном лечении. И уже в больницу ко мне пришел мой наставник, и параллельно с лечением я начала пить продукт. Было достаточно времени, чтобы подумать и вообще переосмыслить как-то свою жизнь. И я поняла отчетливо, что, в общем-то, к 30 годам, довольно-таки молодом возрасте, вся моя жизнь явилась, ну, и работа в том числе, и итогом того, что, в общем-то, как-то и похвастаться особо нечем. Ничего такого значительного в моей жизни к этому моменту не случилось. Ну, таким ярким событием была поездка на Байкал. И когда я уже вышла из больницы, понятно, что мне даже предложили оформить инвалидность. Я сказала, что нет, у меня есть другая цель и возможность. Конечно же, я пришла на здоровье и совпало с тем, что мой наставник проводил, как бы, ну, стартовые школы. И в 12-м году я пришла на стартовую школу с чётким пониманием, что мне нужно вообще полностью изменить свою жизнь. Я пришла за новые версии себя, за сменой сознания и вот за тем шансом, которые мне дали, и вот жизнь свою прожить, ну, совершенно по-другому, совершенно иначе. В клуб, и в клуб я пришла как за изменением своим личностным, так и за возможностями, потому что я понимала, что так, как было раньше, я уже знаю, что может быть, и я не получила там того, к чему стремиться. И начиная с 12-го года, в общем-то, параллельно, одновременно и проправляя своё здоровье, где я слушала наставника и делала только то, что он мне говорит. То есть я колокольчик... Что говорил наставник? Что вы делали? Наставник сказал, что нужно быть там, где находится он. То есть это, начиная с элементарных школ, концепции здоровья, школы по здоровью. Это события региональные, то есть была школа в Хабаровске, потом было десятилетие клуба в Хабаровске, такое двухдневное мероприятие, десятилетие во Владивостоке, это уже был ноябрь. То есть там же мне вручали значок директора, вручал мне Казар этот значок. И понятно, что в силу того, что я восстанавливаю по здоровью, я очень плохо помню, вот особенно 12-й год, в 13-м году мы запускаем систему семинаров системных по Литинскому. И все это время получается, ну вот то, что слушала наставника, и делала то, что он мне говорит. То есть поначалу я приводила людей к своему наставнику, потом я сама научилась проводить концепции здоровья, потом я стала, научилась проводить встречи по здоровью, то есть пошли новые потребители, которых я могла сама сопровождать. Как бы на первых этапах мой холодный круг закончился еще до того, как. И он на самом деле закончился у меня очень быстро, и уже в 13-м году я вышла на холодные контакты. То есть это были мои компаньоны с параллельных веток. Мы выходили и с анкетами, и с буклетами. И вот, ну, как бы говорят о статистике, но у нас статистика была несколько другая. То есть не уйти, пока нет там 20 телефонов, 15 телефонов. У нас тепло бывает мало, поэтому в зависимости от погодных условий, то есть это было и 5 телефонов, когда было очень холодно, сложно, но 5 телефонов, и тогда уже можно идти с чувством выполненного долга. Огромную роль сыграли программы 90 дней, которые также организовывал мой наставник. Это очень мобилизировало, и, по крайней мере, я научилась ставить цели и достигать их максимально. Понятно, что не все было идеально, но вот программа 90 дней, это был уже 14-й год, и вот она началась результативная для меня. Грандиозным событием в моей жизни это был форум, конечно, 15 лет компании. Это было для меня глубочайшим потрясением. В принципе, на нем я приняла решение уйти с основной работы. Несмотря на то, что мой доход на тот момент еще не сравнялся, я поняла, что реально теряю время, тем более, что вот то мое намерение еще в 2012 году пойти совершенно другим путем, оно, в принципе, меня и вело. И после увольнения, ну, такой очень интересный момент, потому что, так или иначе, 12 лет я отработала наемным работником, и сложно было перестроиться, и мне понадобилось время, чтобы самоорганизовывать свой день. Тоже не обошлось без помощи своего наставника. То есть это вошли звонки, это встречи, это работа с потребителями, то есть уже как бы целенаправленно, особенно после вот форума. И начиная уже... Да. Начиная уже с 15-го года, начиная уже с 15-го года, это было уже четко, тем более, что собиралась я на... золотые для золотых в Египте, для меня это тоже было чем-то очень невероятным. Так, а 15-й год, 15-й год пока оставим. Хорошо. Екатерина, вы сказали, что у вас были теплые контакты, но они очень быстро закончились, и вы пошли заниматься холодными контактами, искать людей, грубо говоря, на улице. Да. А вот скажите, вы сейчас, если мы смотрим на список знакомых, наверное, составляли 100%? Составляла список знакомых и возвращалась к нему так или иначе на протяжении этих лет. То есть, кто-то пришел ко мне спустя 2 года, кто-то пришел спустя 3 года, но таких немного. А с рекомендациями пополняли? Вот рекомендации, как ни странно, мне было проще, и проще люди приходили через холодные контакты. Близкий круг как-то вот охранял даже вот то, что, в принципе, если не они, то кому-то другому понадобятся возможные продукты, возможности в том числе. Но было как бы очень сложно. И когда вы сказали, работали холодными контактами, то ставили себе цели не по количеству времени, которое вы на это тратите, а сколько контактов вы должны получить? Да, да, по результату. Какой был результат? Вот за какое время, какое количество контактов? Ну вот за 13-й год, за 13-й год результат такой, что практически 50% моего товарооборота и моей структуры это были холодные контакты. Из 20 телефонов в день 2-3 человека приходило, оставался один. Вот это примерно по статистике. Могу сразу еще добавить, что со временем эта статистика увеличивалась. Вот, ну то есть выхлоп был больше. И по сути холодные контакты, они стали перерастать в такие больше ситуативные и более комфортные. Вот так не целенаправленные. Хотя в принципе я считаю, что эта практика в любом случае дает результат. В любом. Потому что это возможность выйти из зоны комфорта для тебя и получить, ну вот, получить реальный опыт общения с незнакомыми людьми. И на самом деле это шикарный рост и шикарное развитие. Которое потом просто помогает в любых ситуациях найти какие-то точки соприскосновения абсолютно с незнакомым тебе человеком. Спасибо за ответ. Я еще всех прошу задавать вопросы в чат. Если есть какие-то нюансы, о которых вы бы хотели узнать, пожалуйста, пишите. Мы обязательно зададим и выясним у Екатерины. Ну тогда мы перейдем к 15-му году. И действительно, это было для вас определенный этап развития. И в награду это новый достигнутый ранг. Это, соответственно, премии, которые получаете уже 5 получили. Я так понимаю, за 6-й уже нацелены? Нацелены. На самом деле это очень-очень вдохновило. Я просто ну, четко я поняла, то есть, понятно, что как бы это все не просчитывалось. Я даже не думала, что я получу только. На самом деле это было очень приятно. Просто я четко понимала, что нужно больше делать. Больше делаешь, больше получишь. Больше вкладываться в это временем, больше анализировать свою работу, больше проводить встреч. То есть, и по крайней мере, ну вот, так получилось, что в октябре и в ноябре я по личным обстоятельствам нахожусь в совершенно другом регионе. И в общем-то, в октябре и в ноябре я поддерживаю отношения со своими дистрибьюторами, искала здесь абсолютно новых людей, на холодных телефонах. То есть, я звала людей на бизнес. В результате, в октябре месяце три человека пришли на продукт, на программы, уже есть результаты. И сейчас я помогаю им стать вип-клиентами и показываю возможность окупания себе продукта. «А вот если про пятнадцатый год, что подтолкнуло пересмотреть свои планы, темпы встреч для того, чтобы расти?» во-первых, форум, во-вторых, ну, автобонус, обновленный маркетинг-план. И для себя я приняла решение, что мне здесь хочется двигаться, хочется мне здесь развиваться. Это то, что мне нравится, это то, что позволяет мне и познать себя, и раскрыть себя максимально. Максимально, ровно настолько, насколько, ну, видимо, как-то там свыше это как-то воплотилось, потому что, ну, вот на наемной работе у меня не было такой возможности. Не было такой возможности раскрыть полностью какие-то, ну, лично индивидуальные мои вещи. Здесь они проявляются, и мне интересно за этим наблюдать. Ну, больше всего, конечно, ну, не передать того, когда люди приходят на встречи, и что-то, ну, новое привносится в их жизнь, приносится новая возможность, новая реальность. Ну, вот, особенно, когда, вот, ну, видишь эти глаза, и, например, слышишь по телефону, когда человек приходит из своего кошелька и не тратит деньги на продукт. И он никогда этого не видел, он был в других сетевых компаниях, он говорит, у меня никогда этого не получалось, я не знаю, как это происходит. Я говорю, ну, вот здесь вот так. И вот эти вот эмоции мне, конечно, они очень вдохновляют. Ну, хорошо, давайте, Екатерин, перейдем к более практическим, прикладным вещам. Вы сказали, что вы пересмотрели свои действия, и что конкретно, что вы увеличили, или какие-то количество встреч, темп встреч, количество контактов, которые... темп встреч, да, темп встреч, темп встреч, это, к этому мы стремились и на 90 дней, понятно, что что-то получалось, что-то не получалось. Вот в октябре, в ноябре уже, когда получилось так, что я оказалась в новом регионе, наставник мой остался, как говорится, в домашнем регионе, то есть я вышла уже на самостоятельную арену и проводила встречи сама. На самом деле, это дал такой потрясающий опыт для меня, потому что только от количества растет твой профессионализм. И у меня получалось где-то 100 звонков, 10 из них, это были назначенные встречи, состоявшихся 3-5. И выхлопом, еще раз повторю, на тот период, когда темп встреч уже как бы был налажен, налажен, то есть это было 3 человека новых, абсолютно нулевых в новом регионе, только на холодных контактах. То есть вы увеличили количество встреч, увеличили количество контактов и школ. Да. Такой вопрос, почему кто-то преуспевает с этим маркетингом, а кто-то нет? Что по вашему мнению решает людям добиваться успеха? Интересный вопрос. Видимо, что-то действительно мешает. Мое мнение, здесь нужно двигаться, здесь нужно делать. Если ты ничего не делаешь, ничего и не будет происходить. важно ставить перед собой задачи и понимать, что к этому ведут определенные действия. И только от количества этих действий зависит твой результат. Вот оно здесь взаимосвязано. Тут передать опыт не получится, его нужно самому наработать. А нарабатывается он только встречами, проведенными концепциями здоровья, то есть количеством холодных контактов, количество знакомств в интернете, так или иначе. То есть какая-то движуха, то есть в любом случае что-то надо делать. Искать свой какой-то путь, искать то, что тебе как бы подходит, в чем ты себя чувствуешь комфортно, что у тебя лучше всего получается. Но это методом проб и ошибок, только так. В любом случае нужно... Нужно послушать наставника, что делать, и отрабатывать навык. Наставника слушать нужно 100%, потому что, во-первых, это человек, который уже достиг успеха. Во-вторых, это человек, который бесконечно верит в 100%, в 500% больше, чем ты в себя. И который помогает и максимально видит твои лучшие стороны и помогает тебе самому быстрее раскрыться. И ограждает тебя от тех ошибок, которые уже сделал сам. В любом случае, ты их будешь получать, но проходить ты их будешь легче. Если наставника слушаешь, как говорится, сначала слушаешь, потом делаешь, а только потом ты это осознаешь, понимаешь и как-то там разбираешься над этим, так это или не так. Только в такой последовательности. Еще такой вопрос. А есть ли у вас опыт работы в онлайн или только холодные контакты на улице или еще как-то? Вот знакомилась я в интернете, ну, возможно, как бы это были такие первые. Первые. Единственное, что могу сказать, тогда не стояла задача вывести сразу человека на встречу. То есть и знакомство затягивалось, и в результате интерес терялся. Вот именно онлайн рассылки с этими я как бы еще пока не работаю. То есть это то, что я еще не пробовала. Мне интересно встречаться с незнакомыми людьми и получать опыт вот такой встречи личной. То есть выявлять потребность, разговаривать, показывать эти возможности. Вот это мне интересно. А вот именно работаем в онлайн, то есть рассылки, когда делаются, ну, вот такие большие и люди сами тебя находят, у меня еще такого опыта нет. Знакомство, да. А бывают знакомства в соцсетях или какой-то... Бывают, бывают. Но вот выхлопа, чтобы человек стал что-то делать, у меня не было. В чем считаете ваши ошибки или что вы меняете для того, чтобы это было более результативный способ? Максимально вывести на... Быстрее вывести на скайп. Вывести на вот... На встречу онлайн. На живое общение. Да, на живое общение. Вот я считаю, что на тот момент я легко знакомилась, мы находили общие темы, я говорила, что и чем занимаюсь, а в результате потом это все съезжало не туда. Не в том направлении. Но вот это нужно дорабатывать. Всегда есть к чему стремиться. Вот такой будет вопрос. Соответственно, за полгода у вас в два с лишним раза увеличились объем продаж, да, по структуре. Как вы этого добились? Что смотивировало? Кроме активных действий, наверняка еще есть какой-то секрет? Есть секрет, потому что пришли люди, которые начали это делать самостоятельно. Пришли люди, которые уже имеют предпринимательский опыт. То есть буквально там чуть-чуть направить нужно было, объяснить схему, и человек понимает, куда он идет, и понятно, что у него есть свои цели. То есть у людей с предпринимательским мышлением у них как бы это, ну, срабатывает практически на автомате. Вот. И пришли люди, которые так или иначе захотели себе купать продукты, я им просто рассказала и помогла как-то сделать на первых этапах. Вот, в общем-то, секрет. То есть пришли люди, которые самостоятельно, ну, или где-то при небольшой помощи моей, начали это делать сами. То есть, грубо говоря, вы поддержали и делали все вещи, которые бы помогали им начинать первые шаги и... Да, максимально. Максимально. Потому что... Вы сейчас больше приглашаете... Да, говорите. Вы сейчас больше приглашаете на бизнес, Викторин, или на продукт? Как у вас сейчас? Я всех зову сейчас на бизнес. Абсолютно всех. И встречи у меня только на бизнес. То есть, ну, понятно, что слушаем Азовгороднего и Подпорина. То есть, вы в теме, и новые выходят видео, и... Ну, на самом деле это максимально эффективно. То есть, это показала практика. Зовешь человека на бизнес, так или иначе его интересует продукт. Его интересует здоровье, он хочет это попробовать, чтобы потом легко об этом говорить. То есть, это вот, ну... Это практика. Вот это уже моя практика октябрь-ноябрь. И даже кто сейчас у меня... А, то есть, до этого? Даже кто сейчас на продукте, я говорю о том, что у них есть возможность его окупать. То есть, уже как бы... Даю, как говорят, второе весло. То есть, теперь гребете двумя веслами? Грибу. Двумя веслами. И соответственно результат... Да, и говорю об этом людям. Если они хотят... Если они хотят, у них есть такая возможность. И я им в этом... Как у вас мечта, Екатерина? Мечта? В плане маркетинг-плана или в личное? Ну, я бы очень хотела, чтобы вот те вот партнеры, которые у меня есть, сели на свои машины. И то есть, вот... Ну, вот эта картинка, конечно, очень вдохновляет, когда приезжают на события твои люди на своих машинах и их люди на своих машинах. То есть, это совершенно другое финансовое... Финансовое благополучие, совершенно другое ощущение жизни, совершенно другое понимание. То есть, как говорится, плохо жить мы все умеем. Здесь есть возможность начать жизнь совершенно по-другому. И клуб дает такую возможность. Я правильно понимаю, что еще год назад вы даже об этом не мечтали. Честно, я... Если бы не кто-то сказал, что я буду получать столько, я могу честно сказать, что у меня даже в месяц отпускными не получалось такого дохода на моей вот прошлой работе. У вас изменились цели в связи с тем, что вы почувствовали совсем другое развитие, уже совсем другие доходы, вышли на другой уровень. Изменились ли цели? Конечно, изменились. Как говорится, аппетит приходит во время еды, тем более, что я понимаю, это зависит только от меня. И я готова в этом направлении двигаться, и что очень радует, мне это настолько нравится, потому что жизнь моя с 2012 года поменялась кардинально. И меня это очень вдохновляет. А вот скажите, сейчас все жалуются экономический кризис, не можем найти клиентов, потребителей или потенциальных дистрибьюторов. Что вы скажете по этому вопросу? Я ищу людей, которые мне сродни по целям, для которых важно здоровье, кто понимает, что без этого никуда не движешься. Я ищу тех людей, которые тоже хотят что-то изменить в своей жизни. Если человеку это не интересно, не нужно, его все устраивает, то есть я его оставляю в покое. Подобное притягивается к подобному, и я стопроцентно знаю, что такие, как я, и которые с большими амбициями, они 100% есть. Я их просто знакомлю с такой возможностью. Я им открываю такой шанс и говорю о том, что я им помогу в этом. Кризис. А сколько сейчас у вас структуры в структуре директоров? Десять. А сколько вы хотите, чтобы Мерседесов ездило в Комсомольске на море? Десять. Как минимум. Как минимум. Насколько вы считаете, что поездка на события это действительно важно и помогает в развитии? Это архиважно. Вот в 2012-2013 году, окроме оригинальных событий, я как бы не видела. События масштабные, такие как «Золотые для золотых», как форум-компании, позволяют компании увидеть в полном объеме. То есть вот этот грандиозный масштаб, вот эта вот мощь и колоссальная поддержка, то есть это не передать словами. Человек это должен увидеть, почувствовать, понять. Вот там кто-то говорит про жетоны, кто-то там, у кого-то глаза меняются, когда приезжают для событий. Для меня это было потрясением. Вот реальным потрясением, когда все мое сознание, знаете, как вот недавно увидела, как оливки собирают в Италии. То есть когда вот, и вот это вот все сыпется. Вот примерно вот, вот, потому что, это вот все, что на мне было, оно все осыпалось, потому что вот, вот это реально, это вот, вот все по-другому. И огромное желание поделиться своей историей, потому что, ну, в любом случае, как говорится, есть своя целевая аудитория, кто возможно, как бы, ну вот, на каком-то этапе, на котором, как бы, была я в свое время. Кто, как бы, не очень серьезно. Практический пример. Вы говорили про холодные контакты, и, безусловно, всем интересно, как это происходит на улице, или вы получаете контакт в скайпе. С чего вы начинаете, и как вы являете потребность? Ну, самое быстрое, то есть буквально в несколько предложений. Вас интересует качество воды, которую... И второй вопрос. Да. Вам интересно, как качество воды улучшить? Ну, кто-то говорит, фильтры, я говорю, да, чудесные это фильтры, но фильтры делают воду безопасной. Как ее сделать биодоступной? Вот, в общем-то, все. Да, мне интересно. Я отдаю... Секретов каких-то прям особых? Особых нет. Абсолютно особых секретов нету. Просто, как говорится, вот, никак, не что вы говорите, а как вы говорите. Вот состояние, это важно, но оно, нарабатывается. Даже если, вот, первый раз я вышла на холодные контакты, это был 12-й год, я вообще не могла рта открыть. То есть, я только дубуклет отдавала в руки, больше ничего. А вот, это был первый опыт, и страху было столько, мне кажется, что я вся тряслась, начиная вот, ну, абсолютно. Потом, как-то мы так решили, эх, и уже на следующий год, это, вот, чисто даже в моменте игры, то есть, такого чуть-чуть куража, немножечко такого легкости, как бы мы этому придали. Но вот это дело тогда пошло. Вот прям пошло, и очень легко, и знакомились с людьми, и где-то, как бы даже, знакомства, как бы продолжались, в том числе. Ну, довольно-таки интересно. И, ну, еще раз повторюсь, от количества раз. Количество раз, количество раз. Только это помогает отработать навык, любой. Вы ввлеклись сами, и вы ввлекли свою структуру, и тем самым пошел процесс. Да, это было на самом деле весело, особенно, когда тепло. Да, я бы хотел второй вопрос. Вы затронули, что суровые погодные условия не дают, не дают, скажем так, много времени проводить на улице, и в таких жестких условиях, наверное, лето – это один из самых эффективных месяцев. Да, можно сказать так, начиная где-то с мая. С мая, с майских праздников уже, в принципе, можно позволить себе 50-100 человек в день. Хороший результат. А зимой, так как все равно были в программах, это торговые центры, точно так же заходишь, здравствуйте, вот абсолютно по той же схеме. Абсолютно по той же схеме. То есть, я правильно понимаю, что если у человека есть цель, и он хочет ее добиться, вас ничто не останавливает, и вы всегда найдете способы, где вы будете рекрутировать людей и приглашать их в компанию? Это может быть где угодно. Это были и автобусы, и остановки, и поезда, и на запрочной станции. Вот абсолютно, где хоть как-то, вот, есть как пробегает искра, и человек, когда начинаешь о чем-то говорить. Екатерина, еще вопрос такой. Если, например, человек после вашей беседы сказал, дайте я подумаю или дайте мне время осознать ваше предложение, что вы делаете? Вы ждете звонка, когда он отзвонится обратно, либо сами проявляете активность? Проявляя активность, я даю человеку 2-3 дня, то есть, этого достаточно. Достаточно. И, как показала практика, да, случаются такие случаи, когда человек думает, он что-то смотрит, я отправляю ему какие-то небольшие ссылки, то есть, есть у меня такой, как говорится, потребитель, которого я в течение 3-4 месяцев ввела к оформлению, к покупкам программ, то есть, была-то и такая ситуация. То есть, сейчас нет такого, что задача подписать. И даже человек, когда где-то сомневается, то есть, есть возможность его вести. То есть, это ссылки, это, ну вот, для потребителей у нас, особенно для новеньких, чат, в котором мы обмениваемся своими результатами, программами, то есть, как бы, тоже очень помогает. Есть, как бы, люди, которым я провела встречу, что-то где-то у них отложилось, где-то они думают, то есть, через некоторое время выхожу снова с ними на связь, обмениваемся какими-то ссылками. То есть, есть несколько людей, которые не сказали нет и не сказали да. Но я продолжаю поддерживать с ними связь, так или иначе, и спрашиваю у них, дальше как бы идем, разбираемся, информация интересна, кто-то говорит, да, кто-то нет. Ну, так или иначе, то есть, продолжаем в любом случае общение. Если мы говорим про людей, которых вы приглашаете, это больше уже после первого контакта и получения контактной информации после разговора там по телефону или по скайпу, дальше вы приглашаете на какие-то встречи или все-таки это более индивидуальная работа? Я человеку предоставляю выбор. Говорю о том, что есть возможность прийти на открытую встречу, и там будет несколько людей. Есть возможность прийти лично на встречу ко мне. То есть, я предоставляю человеку выбор, как он решит, потому что очень многие, особенно люди, ну, так скажу, при высоких должностях, им интересна индивидуальная встреча. Я говорю, да, хорошо. Особенно, если идет про бизнес. Да, тем более. Им интересно, то есть, им в этом как бы комфортнее, когда им уделяется время, у них есть возможность прояснить для себя определенные моменты. То есть, и такой вариант. Поступил еще один вопрос. Все-таки, на что люди охоте идут? На бизнес или на концепцию здоровья? Первое, что срабатывает, это здоровье. Вот три человека, которые вот у меня, вот буквально недавно, звала на бизнес, говорила о возможностях, говорила, да, доход интересен, но первое, это здоровье. И вот сейчас они параллельно уже получали свои первые результаты, очень довольные, и начали делиться с людьми. То есть, и сейчас, я им говорю о том, что своих людей не могут приглашать ко мне. То есть, вот, ну, такой, поэтапно, я бы сказала, постепенно, не нагружая их, дать им, как бы, вот возможность, ну, как-то освоиться, что ли. А можно еще, какими инструментами вы пользуетесь? В принципе, вот сейчас, как говорится, есть в моей структуре самостоятельный лидер, который, ну, наши методы работы схожи. Вот. А есть люди, которые знакомы с сетевым, но вот результат такой, только в коралловом клубе. И я им сейчас, в принципе, помогаю первый этап освоить, то есть, стабильный товарооборот, групповой. И, говорю им о том, чтобы со своими уже вип-клиентами, она... А как происходит именно первое вовлечение в работу? Вы сначала проводите встречи вместе, потом, может быть, 50-50, потом уже человек сам проводит. Ну, вот постепенно, как бы, происходит такое и одновременно расширение группового товарооборота, в том числе, и помощь другому человеку в окупании, если, как бы, есть такая цель. Ну, конечно, она есть. Екатерина, еще раз просят повторить шаблон вопроса с водой, который вы задаете людям. кто-то к этому по-другому относится. Ну, вот, то, что изменился курс, как бы, хорошо повлияло на товарооборот и на бонус в том числе. Спасибо. А как происходит именно первое вовлечение? Так что, если еще поступает вопрос, я сейчас тогда озвучу. Есть еще один вопрос. А вот, когда у людей много денег, они дома чистят разными способами, очень дорогими, как бы, к ним достучаться. Я так говорю, видимо, вопрос про лайф. Как, насколько вы определяете еще одно из направлений это чистота дома. то, что она сама проходила, то, что мы с ней обсуждали, она это делает, повторяет меня. И я ей помогаю как бы, с новенькими работать. То есть, идет такая помощь, в общем-то, такая, ну, я не оставляю, особенно, новеньких директоров, то есть, без помощи. не так, поддержки. Да, в любом случае. То есть, где-то они говорят сложно. Спасибо. Тогда у меня еще такой вот вопрос, что бы вы пожелали нашим лидерам в Новый год, он совсем уже близко, чтобы они это смогли применить в своей работе и достигнуть новых высот в 2016 году. шаблон вопроса с водой, который вы задаете людям. Ну, первое, здравствуйте. Интересует ли вас качество воды, которую вы пьете? Спасибо, Екатерина. Человек отвечает, да, нет. Ага, такой вопрос, я что-то совсем забыл узнать. Сколько у вас сейчас проходит в день в среднем встрече? Как улучшить качество воды, чтобы она не только сохраняла, но даже восстанавливала ваше здоровье? А вот это, я так понимаю, в 2016 году. У меня эта информация на буклете, если не против, я вам позвоню, узнаю, насколько она вас заинтересовала, подробно расскажу при личной встрече. Позвоню в течение двух дней. Ну, вот, как-то так. Спасибо. Так что, если еще поступает вопрос, я сейчас тогда озвучу. Есть еще один вопрос. А вот, когда у людей много денег, они дома чистят разными способами, очень дорогими, как бы к ним достучаться? Я так говорю, видимо, вопрос про лайф, как, насколько вы продвигаете еще одно из направлений, это чистота дома. Единственное, как я продвигаю лайф, я говорю о том, попробуйте, чтобы вам было с чем сравнить. Так или иначе, народ пробует и другие, как бы, и сетевые, в принципе, очень много корейской продукции, японской продукции, довольно-таки хорошего качества. Я говорю, попробуйте, вот закончатся у вас ваши средства, попробуйте. то есть, оно реально не идет в сравнении, ну, и берут, так или иначе, то есть, кто-то одно средство пробует, кто-то второе. Основное, на что, в принципе, то, что мне нравится в лайф, я очень восприимчива к запахам, очень восприимчива, все, что японское, оно жутко пахнет. Знакома я с компанией, ну, знаменитой компании по чистым моющим средствам, сейчас не буду называть, мне тоже не подошло, потому что там есть средства для чистки духовых шкафов, которые только в перчатках и особой кисточкой. То есть, ну, уже, как бы, говорит о том, что это, ну, опасно, может быть. У нас этого нет. А с этим средством знакомы практически все. Спасибо. Спасибо.